Покрутить штурвал, прикоснуться к гигантскому парусу и постоять на капитанском мостике. Участники уже нашумевшей регаты учебных парусников прибыли во Владивосток и организовали на корабельной набережной этакий день открытых дверей. Своими красотами и слаженным экипажем хвастают суда с разных уголков мира. Это регата первая здесь у нас в Дальневосточном районе и надеюсь, что конечно же не последняя. Сами можете видеть, что столько парусников учебных в первый раз в Владивостоке. Здесь и представители Японии, Индонезии, России и Южной Кореи. Само же мероприятие состоит из двух частей. Первое – это гоночное путешествие из корейского города Йосу во Владивосток. Тяжелый путь в 600 морских миль при неоднозначной погоде уже преодолели самые разноплановые суда. В итоге первым на финише в своем родном городе встречали учебный корабль «Надежда». Экипаж, к слову, ничуть не сомневался в своей победе. Соперник больше, площадь парусов больше. Ну, они молоденькие, с 17-го года. Как бы, ну, мы уже, как говорится, опытные. Так, на хорошем уровне. Хороший ветер был, хорошая гонка. Теперь же причалившие корабли буквально заполнены горожанами, у которых есть шанс увидеть морское дело изнутри. Впереди участников регаты ждет вторая, не менее зрелищная и значимая часть – гонки в Амурском заливе, после которых будет парад всех команд. К финальному этапу особенно готовятся студенты из Индонезии, которые, к слову, прибыли во Владивосток впервые. Уделяют драгоценное время иностранные гости и любознательным приморцам. Это очень хорошее мероприятие. В такой регате мы можем не только познакомиться с иностранными моряками, но и поднять свой уровень управления судном. Мы можем в реальных условиях, в Большом океане, проверить сплоченность всего экипажа. Успеть побывать на красивых учебных парусниках, а также стать свидетелем зрелищных гонок, можно вплоть до 13 сентября. Стоит отметить, что всего до 2022 года запланировано пять подобных регат. Причем не только по маршруту из Йосу во Владивосток, но также из Сочи в Новороссийск и из Санкт-Петербурга в Калининград. Максим Яковлев, Алексей Заровный. Новости спорта на восьмом.